Что на десять девчонок, по статистике, девять меня. Пятнадцать молодых людей, семь девушек и восемь юношей строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, изгоняет. Чё ты хотел сделать? Запечь его хотел. Запечь? Да. Духовка, знаешь? Да. Вот она, часа три. Ты сам себе готовишь, да, дома? Да. Да? Как ты похож на моего друга. Просто голяк. Вот лицо копия. Я вот просто в шоке. Я думаю, я один такой. Уникальный, да? Да. Не на самом деле копия просто. Такой лавелаз? Такой водолаз. Лавелаз. Фу. Он очень сильный. Девки просто. Пруссы с него. У меня на самом деле комплекс. Мне важно, чтобы не на мою внешность запала девушка, а как бы на то, что я себе представляю. На душу, да? Поэтому, да, я каждый раз задаю себе слишком много вопросов. Ты себе какие вопросы? Ну, каждый раз много. Кстати, на девушке. Что я сделал такого? Ну, скредо, чем нет. Да? Да. Нет, я имею в виду какие-нибудь вот такие долгие отношения, чтобы она тебя любила, ты ее любил. Она меня любила. Нет, да? В общем, она мной и пользовалась. Пользовалась? Да. Ей было чем пользоваться? Да? Ладыш, поверь мне. Вот какая она, безусловно. Ты только что сказал, нам приходится говорить слово «ртуть» вместо «мат». А какое слово? Из «мата»? Все, все матерные слова. Я не помню. «Ртуть» сегодня был над тем разговором. А, потому что она... Да. Нет, потому что Александру очень нравится это слово. Ну, выяснилось, что слово «ртуть» оно, конечно, очень тихое. Едем, едем. Я не только морально, но физически. Как она делает морально? Объясни, пожалуйста. Да, скажи. Что у вас происходит? Что у нас происходит? Я не понимаю, поэтому я ищу. Я не знаю, что я сейчас на чушу пойдет. Ты стал общаться меньше с Женей, поэтому он переживает, да? Я сказала, что мне неприятно, когда Женя делают вот так. Нет. Вот так. Стоп, стоп, стоп. Хорошо. Нет. Это понятно. Понятно? Вот все-таки все. Конфликт и все. Мне нравится это у всех мужчин или конкретно от Женя? Нет. А больше как бы никто так себя не ведет. Вот. Уже никто не пристает. Вот, стойте. Мне очень нравится, когда ко мне пристает. Да, вот мне тоже нравится. Я не предлагаю, что-то грузить. Что? Солнце. Грузите, грузите. Да грузу, грузу. У меня просто скоро возникнет... Я и так уже начинаю. Вам не кажется, что я начал меньше разговаривать? Ну, то есть ты наёшь? Нет, мне не нравится разговаривать. Друзья, которые увидят меня по ящику, они будут в шоке. От чего? От того, что я молчу так часто. Да. Они удивляют, что я так мало пристаю... Я молчала? Меня так ещё никто не оскорблял, да? Они удивляют, что я так мало пристаю к женщинам. Ты мало пристаешь к женщинам? Вообще да. Это вообще что... Нет, как же я? Так это я в том предел. Сейчас, вот, были бы здесь другие девочки, они бы сказали... А, Женя, я бы была бы аккуратнее, потому что человек с лопатой станет. Понимаешь? Один и второй. Нет. Вы знаете, что у меня руки, в принципе, как одна, как две лопаты вместе с ними. Вот настоящий мужчина никогда бы не угрожал. Я не угрожаю. Я говорю о том, что я могу... То есть это не факт, я понимаю. Нет, что я могу сдержать удар лопатой. Который у меня не достает никаких болезненных ощущений. А лопатой сходишь. Давай, ты сам можешь. Вот попробуй мне ударить лопатой. Давайте мы не будем экспериментов с чем-то. Прямо ударить? По руке. Вот ударь просто. И что, и ты сдержишь боль? Я сдержу не только боль, но и удар. То есть ты меня остановишь, привет? Ну да, давай сделай. Не, не надо. Ну зачем? Ну дай себя сам. Нет. Ты хочешь его ударить? Ударь себя сам, накажи себя. Давай, Женя, ты плохой. А вот в руке. Я просто не имею, куда в руке. Смотри, вот, не попайся. Вот знаете, вы на него... Не стоит. Вы не можете срывать, срывать злопу. Или сейчас я туда подбегу. Срывай на мне злопу. А что, прям ударишь? Ну хочешь как? Да. Ну что, ты куда-то шел? Вот так, может. Нет, ну ты... Нет, вы боитесь, понимаете? Вы боитесь, что я сдержу удар, понимаешь? Все, ребят, давайте быстрее уже ударяйте и... Прям так, прям бить. Нет, а что ты хочешь? Нет, ну... Понимаете? Вот вы уже эти лица такие. Ты знаешь, что я тебя люблю. Ну как я могу тебя ударить? Подождите. Вот тебе не нравится этот вечер. Я тебя люблю. А ты не искренне была сейчас, понимаете? Понятно, не искренне. Я что-то не говорю искренне. Так, вообще-то мы разговаривали о солнце. Я хочу узнать, что за конфликт. Мне интересно. Ну, Кареларана не хочет меня отбить лопатой. Это мало того. Нет, я это не про лопату сейчас. Почему вы поругались? Ты грязно не домогаешься. Ну, не ругались. Просто она считает, что я излишне предстою ко всем, кто-то, которые здесь живут. И она ревнует? Да. А-а-а! Что? Я забыл это. Так, ты так не сказал. Я хоть раз тебе так сказал. Нет, ты сказал, что тебе не нравится, когда мужчины проявляют одинаковый интерес ко всем остальным женщинам. Так. Во-первых, я сказала, что это не так. Во-вторых, в первый раз была. Мне не нравится, что ты до меня так грязно домогаешься. Я пока не нашел причину, чтобы мне стал так носиться в Солнце. То есть, по мой взгляд, до этого мне очень приятно было с Солнцем общаться, но я не знал, почему она мне может быть привлекательна, как какой-то партнер по жизни, что-то такое. И вот для меня очень долго все всегда доходит, и только сейчас я начал понимать, почему, в принципе, я мог с ней вот здесь серьезно общаться. Сейчас происходит такое отвержение у меня лично. Меня сегодня уютно, и Солнце подтолкнули обсудить с вами одну тему. Вот есть такие девушки, да, которым нравится, когда с ними флиртуют. Постоянно подходят за шутки, дергают, да, там, ой, ну пойдем со мной туда, да, и лишний раз обнимут. А вот такие девушки, как Солнце, мне кажется, вот им не нравится. А почему вы меня представляете? Вы спросите мое мнение сначала, а потом утверждают. Нет, ну я сегодня это слышала, ты при мне это говорила. Я не это говорила. Не надо, не надо свои слова и мысли предписывать мне. Я тебя спрашиваю, хорошо, объяснили тогда. Давайте лучше вопросом это зададим, да? Хорошо, вопросом, тебе нравится или нет? Флирт? Мне нравится флирт. Тебе нравится? Мне нравится флирт, который не опускает меня, который не вседозволенный. Понимаешь? Есть грани такие. Я понимаю, понимаю, Солнце. А флирт мне нравится. Понимаете? Мы сегодня Жене как бы выяснили, что я раз 20 сказала, что нет, не трогать не нужно. А какие-то определенные моменты в определенной ситуации, я говорила, вот так-то не надо сейчас делать. Хорошо, Оля, я хочу спросить тебя. Если подойдет к тебе Женя и обнимет тебя, это ничего страшного? Или тебе будет неприятно? Он схватит за грудь. Нет, ну если он схватит за грудь, конечно, я ему и себе этого не позволю. То есть молчать ты не будешь? Молчать я не буду. Я, допустим, могу позволить, как Женя сказал, что да, обнимет за талию, то есть и то это в пределах разумного. То есть я могу, я потому что понимаю, что больше ничего быть не может. Я хочу спросить у Жени, с какой целью ты пристаешь к Солнцу? Она тебе нравится? Да. Как девушка или как друг? Или как женщина? Или как объект сексуального плана? Три в одном. Небольшой кусочек у нас. Друг, женщина там... Но ты же ей не нравишься. Вот в этом состоит проблема. В нашем лагере ты относишься только к ней так или ко всем девушкам? Вот, вот, острый вопрос. Женя, ответь честно. Три в одном. Честно? Да. Три в одном вряд ли кому-то еще так. А есть у многих, у многих девушек есть такие черты, а вот если собрать их всех в одном, так, и там собрать самое лучшее, получится идеальная женщина, если всех тут собрать. Мне безумно симпатично Наташа, Оля и Солнце. И мне непонятно отношение к Лене. Классно было бы, если сейчас пришла к его ствердзляда. Женщину заменили. Ты понимаешь, что ты своим поведением можешь отпугнуть другого мальчика, которому нравится Солнце? Я не готов сейчас думать о других мальчиках. На самом деле, как бы, он не может отпугнуть мальчиках сидеть. Да, он не может. У него есть одна особенность, которой нет других мальчиков. Это какая? Из-за этого каждый мальчик знает то, что с ним никто не будет общаться. Он дурак. Ну, в том смысле, что он дурачится, он прикалывается. А что от него серьезно? Чем ты так сидишь и улыбаешься, как будто тебе нравится, когда тебе так говорят? А тебе нравится, когда тебя не воспринимают всерьез? Я скажу так, с ним интересно. Он не дурак в плане общения. Но вот именно по приколам и так далее, я думаю, с нему тоже такая девочка, которая по жизни будет хихихахатом. Ну, а не пара. Хорошо, ребята, я надеюсь, что в нашем лагере все будет нормально и наладится атмосфера дружбы и тепла. А сейчас давайте вернемся на стройку и построим на конец-то этот дом. Каждую неделю нашу телестройку покидает один из участников. Его место можешь занять ты. Звони и присоединяйся к нам. Встретимся здесь. Я не люблю никого. Я таскал с эминтой стройке. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. 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 Ла-ла. Ла-ла. Это аnomинтой? Здесь беднежочка. Я не знаю как тут жить. Молодец. С Field ? Вы хорошие д Audio. Я знаю, там тряпший distribute. Многие его на курсе. Многие-то это л��дская. А некоторые и не замечают. А некоторым попе как-то не слышат. Ничего страшного? Я тебе покажу, что надо бояться. Такой, да? Такой Степан. Он... Степан степенный. Да. Ты знаешь, я тебе говорил, что я отомщу за то, что ты меня изрисовала. Ага. Нет, нет, нет. Это я не поняла. Это я значит... Ни каких-никаких. Ни каких-никаких. Ни каких-никаких. Давно. Да. Сегодня привезут в обед все, что вы пожелали. Давай играть в парашютистов? Давай. Давай в парня парашютируем играть. Нет, что ты двигаешься-то? О, Романоч. Давай. Давай. Давай пират. Нет, ты тоже ложись на полу. Давай, ты пират. Давай. Ноги, ноги вот так и не задирая. Они уже вот так. Да, да. Парашют, парашют, дождай! Дождай, кольцо, кольцо! Летим, летим! Это даже раскрыться на срезках? Да, да, давай. Назад, назад, назад. Летит, давай. Там же это? Тандем, да? Ну, может быть, действительно, Бобский Зайбур какой-то. Слушай, на самом деле, Бобский Зайбург, солнце такое, так, не рушай. Вчера, знаешь, Серёга сказал про интимную зону, она говорит, ну, да, не допускать людей к себе близко, да? Она такая, да не, ему типа можно. А, короче, сегодня такая, так, значит, мы с тобой будем разговаривать, но ты не должен прикасаться ко мне, подходить близко и всё такое. Чё, это, наверное, Серёга уедет сегодня, я так понимаю. Без понто. Я могу поговорить с Бояриновой Ольгой? Да, это я. Добрый день. Вы знаете, ваш телефон нам дал ваш молодой человек, которого зовут Сергей Ковалёв. Вы знаете, Сергей говорит, что он готов ради вас оставить проект, что он вас очень любит. Да. Ну, вот мы хотели бы это проверить. Вы скажите, вы готовы к нам приехать или нет? Да, хорошо договорились. А будет прикольно, если я не останусь. А? Да, да, да. Если бы её оставили, как участницы, то бы они бы, да, мне пофигу, в принципе, выиграли, выиграли. Но зато с ними было бы прикольно намного. Ну, просто интересно, как Серёга ведёт себя с девушкой, да? Он же вообще ведёт себя пофигистически. Хотелось бы узнать, конечно, девчонка, по каким критериям он её вообще выбрал. Такой, этот, безбашенный парниша. Что, наверное, хватит, да? Да, ещё. Да. Да. Честно, это я ему не сказала, что он не забыл. Минута молчания. Не, ну ты не расстраивайся так сильно. Вот это крепкая пара, образовавшаяся. Ребятки, ну, вы так никогда не нацелуетесь. Может, вы к столу пройдёте? Да, конечно. Горит. Вы можете рядышком, мы специально для вас рядом. Да, ну, не могу. Она там, как раз, и домогалась. Как тебе стыдно, ещё кто к кому. Это шутка. Давайте, может быть, для начала Ольгу познакомим со всеми ребятами. Ребят, это Ольга, любимая девушка, ради которой я действительно готов бросить это шоу, уехать. Побросать. Ну, я ещё... Да, зачем ты его отпустила? Я ещё на муне отходстве. Ну, так он же у меня не находится в наручниках кабале, поэтому и любит, потому что я ничего не забываю. У нас свободная. Не, ну смотри, давайте ситуацию наоборот посмотрим. Вопрос к Сергею соответственно. Вот представим, что приходит к тебе Ольга. Раз, ну, я вопрос. Ты знаешь, мне хотят предложить такую интересную роль, участвовать в супер-хитовом, супер-рейтинговом шоу, суть которого состоит в том, что мне нужно будет найти парня своей мечты. Вот как-то ты её отпустишь, как ты на это реагируешь? Скажи. Ну, я посоветую с ней и спрошу, Оль, ты хочешь поехать засветиться? Ну, если она скажет, да, я скажу, езжай. Да, видите, ребят, вы, вы, то есть ты сейчас придёшь, что ты хотел засветиться, получается. Да, почему нет? Почему нет? Тут я думаю, каждый, любой из нас, кого не спросите, она хочет засветиться, правильно? Разве не так? Да. Если ты себя всё это время позиционировал таким образом, что тебе, в принципе, неинтересно, как бы, ни с кем фотографироваться, особо не то, что неинтересно ни с кем общаться, но ты как-то всегда обособленно держался, то тогда в чём смысл твоего, так сказать, свечей? Ну, во-первых, меня увидит моя мама, увидит её мама, меня увидят друзья. Да, то есть я особенно хочу передать привет своей бабушке. Да, да, это уже бесит. А мы говорим ещё 24 часа в сутки, я мог говорить, о чём хочу, и меня слышали. Здравствуйте. Теперь мы хотели передать привет маме. Мама, привет. Мама, привет. Вот, мам, со мной всё нормально, всё хорошо, не улучшение мая. Вы, сын, да, немножечко такое. Да, мам, тоже не обращай внимания. Доктор Зло. Доктор Зло, пожалуйста. Вот. Ну, вот ничего, нормально прорвёмся, строим, любим, строим и строим. Мне кажется, что сюда пришли люди, которым есть что сказать. Серьёзно? Получается, что вы пришли, чтобы что-то сказать, а не чтобы построить семью, и чтобы в этом найти себя, найти своё счастье, и постараться найти свою судьбу. Не так, что это получится. Мы хомяки, но не кролики. Нет. Нет. Если человек, послушай, нет, это полностью согласно. Вот Зина тут сказала, что да, мы реально хомяки. Зина, почему ты так сказала? Потому что лично мое такое мнение. Потому что у нас семь мальчиков, восемь девочек. И вот вы должны, ну как, не то что должны, да, то что вы должны найти свою пару среди этих семи мальчиков. Вот просто, ну иначе вы вылетите. У вас всё, либо одно, либо другое. Зина, я что-то не поняла, ты знала, куда ты шла? И знала, как ты шла? А вот это стандартная фраза. Так подожди, я как бы просто говорю, как оно и есть. Ребята, вы знаете, кого вы мне сейчас напоминаете, что, вы знаете, дали объявление, там, снимаем, там, фильм-боевик. Собрали кастинг, людей каких-то там выбрали. Они все сели и говорят, а я вообще оружие не могу в руки взять, я не могу делать вид, что я человека убиваю. И вообще я думала, что это мюзикл. И вообще я думала, что это мюзикл. Ребята, у меня очень серьёзный вопрос к Ольге. Ты хочешь, чтобы Серёжа сегодня покинул с тобой правил? Нет. То есть ты хочешь, чтобы он здесь остался? Конечно. Я бы хотела, чтобы мы были вместе в дальнейшем. И я думаю, что если у нас с ним впереди вся жизнь, то какие-то разлуки на месяц, там, на сколько-нибудь, если он это захочет, то они ничего с тобой не представляют. Я понимаю тебя, это всё замечательно. Но, как бы, на нашем проекте, да, одно дело, если бы было условие игры, построить свой дом. Это одно. Он бы приехал, строил свой дом, и кто первый, допустим, его построил, да, или кто качественнее это сделает, тот и выиграл. Но дело в том, что нужно не только построить дом, но и найти свою вторую половинку. А хоть я вижу, Серёжа уже нашёл свою вторую половинку, это ты. Так смысл его пребывания здесь? Серёж, тебе не кажется, что это не уважение к девушкам, которые приехали сюда? Действительно, я думаю, с намерением найти какие-то отношения, с кого-то влюбиться. Может, кто-то с тобой пытался эти отношения выстроить? Я сейчас, как бы, не управляю. Я не считаю себя не обиженной, не уязвлённой. Я, конечно, искренне рада за Серёжу, что, мне кажется, ему нужно было попасть на проект, чтобы понять, насколько ему нужна Оля. Если бы Сергей хотел, у него было бы такое желание, ему бы кто-то понравился. Он бы смог завоевать любовь и согласен. Он бы смог завоевать любовь и законящие женщины. Может быть, не любовь, но я с тобой согласна. А почему ты не согласна? Ну, я сейчас просто не об этом. Можно я закончу свою мысль, а потом это отсюда? Я просто... Как у тебя Марина в вашу... Либо мы с тобой разговариваем, либо мы с тобой не разговариваем. Я тоже, давайте я тоже сейчас отсюда уйду, и вы будете обедать за ним. Он так больше хочет. Мы с тобой обедать, приятно. Хорошо, либо мы уважаем сейчас друг друга, больного не уважаем. Хорошо, спасибо, что здесь сходят. Хорошо, спасибо, пожалуйста. Вы хотите, чтобы я отсюда ушла? Мне очень приятно, когда сидишь напротив меня, я кушаю. Хорошо, я с тобой, Жей, по этому вопросу полностью согласна. Наверное, если бы он хотел, он бы мог завоевать девушку здесь. В принципе, практически любовь. Вопрос другу, зачем он сюда приехал, если он не собирался этого делать? Смысл? Смысл? Вот меня это удивляет. Учеб приехал засветиться, и об этом еще так с гордостью говорить. А может быть, это игра какая-то? Я не думаю, что это игра. Как бы мы человеку помогли? Вот в чем-то мы действительно помогли. Мы не просим, как бы, никаких там... Никакой благодарности нам не нужен. Но, тем не менее, человек понял, что у него есть все-таки вторая половинка, да, и он ее нашел. И, слава богу, это очень хорошо. И я не верю в то, что Сережа говорит, я только приехал сюда засветиться. Я считаю, что он приехал и проверит свои чувства. Если он будет скучать по Ольге, если ему действительно будет плохо без нее, значит, это тот человечек, который ему нужен по жизни. И я думаю, что он это понял. Вот, поэтому вот в этом плане я за него, и я за них очень рада, на самом деле, ребята. Вот поэтому держитесь. Ну что, ребята, я туда буду до вечера в нашем лагере. Ольга, ты до вечера будешь здесь. А там мы уже решим на лобном месте сегодня, что с вами делать дальше. Родный суток! Сейчас может сложиться такая ситуация, это всерьез обсуждается, что ты вообще покинешь наш проект без голосования и без всего. Ты хамишь Ксении. Понимаешь, что ты хамил мне, что ты всех подбиваешь, что ты всех направляешь в русло каких-то шуточек постоянных, абсолютно ненужных. Ты должен либо прекратить это делать, и иногда. Я не прошу, чтобы ты сам менялся как человек, но ты должен иногда быть серьезным. Если мы говорим, Женя, давай поговорим там на серьезную тему. Не нужно, на какую тему, на серьезную, в каком смысле серьезную, а может быть серьезную ха-ха, может мы серьезно что-то поделаем, вот не надо. Есть какие-то вещи, давай все-таки, ты не умеешь тормозить. Я, когда сюда приходил, у меня были мысли, что в шоу могу сделать. Потому что я плохо-плохо представил, что мне может быть это понравится, как на первый взгляд. Я думал, что буду играть роль какую-то. Я думал, что сыграю какую-то толстую романтику, которая будет нравиться всем. Но потом я понял, что два месяца, максимум, я сорвусь просто. Мне кажется, вообще ничего тронуть мне не может. Это вам кажется. Подожди, а где моя рука была? Она еще и ребят. Она главная. Кто-то хочет. Шестой святой. Женя молодец, конечно. По статистике девять ребят. Что на десять девчонок, по статистике девять ребят. Так нет, мы сейчас продолжим. Не забывайте об этом. Нога. Попа. Ногой к попе. Ты своей на попе, ее попе. У вас тоже с тобой был. Что? А, не у нас был. Нас была нога живота. Было убой. Без черного фиолетового. Все, а как сюда? Ну, еще пока мало попа. Твоя попа? Сделай. Ну, нежность. Вот это сделано. Так это же невозможно. А что делать? Подожди, а где моя рука была? Она была где? Моей попе? Да. Нет, в дуалет. Можно за меня, короче, доставать? Еще. Еще. Голова. Еще. Промежность. Нет. Лена, я же разговариваю. Нет. Давай, давай, я сейчас без дно. Нет, я без дно. Где он просто? Знаешь, как можно понравилось? Короче, давай свою попу. Ногу к мою попу. А твоя промежность к моей попе должна еще. Твоя промежность. Нет. Нет. Лена, Лена, Лена. Смотри, ты можешь встать на задний мостик. Ну вот. У тебя голова промежности, а ты между нее должен пролезть. Нижняя часть у тебя будет к лицу, а верхняя часть к твоей попе. Потому что она будет внизу. Я промежность. Я голова. Промежность попа должна быть. Смотри, вставай. Можно по-другому? Нет. Смотри, пролезай между нее. Смотри. Пахом, короче. Смотри. Давай, давай. Нет, нет. Только сюда. Я рулить буду. Я буду рулить. Так, вот, смотри. Вот. Все, давай. Нет, только ты должен мех поднять. Ого. Перевернись. Или перевернись. Перевернись. Или перевернись. Я подумала, что ему нужно. Солнце. Давай, давай, переворачивайся. Так, так. Сколько тебе надо? Есть на голову промежность. Рука на животе. Рука на животе. Так, хорошо. Еще, да? Ребятки, давайте. Синий. А есть в аппарат? Ну, живот. Дело. Голова. Есть. Так, голова. Подожди. Твоя голова на ее животе. Слушай, а не надо. Все, а не надо. А ну, все, валите еще. Нет, нет, нужно сделать синий. Ниже сделайте чуть-чуть. Давай. Со мной? Блин, нет. Нет, мне не надо, чтобы собрать. Где твой живот еще устер? Ну. Я смогу повернуться. Я смогу повернуться. О, давай. Готова это тебе. Да и так и должно быть. Лицо. Когда фотографирую, я смогу. А сколько я сделала бумага? Потому что на 10 девчонок по статистике верит ребят. Итак, до открытия пятизвездочного домика со всеми удобствами осталось всего лишь два дня. На данный момент у нас определились только две пары, которые решили его занять. Это Марина и Стас. И Наталья и Степан. Но все-таки я предлагаю начать наше обсуждение с другой пары. Это Сергей и его вновь прибывшая девушка Ольга. Ну, как вы провели здесь день? Вам понравилось все, Ольга? Чисто мои внутренние впечатления, они остались глубоко положительными. Ребята все очень живые, интересные. Я даже, на самом деле, не ожидала такого веселья здесь вечернего. Мне все очень понравилось. И все ребята очень неглупообразованные и с чувством юмора. В общем, на самом деле, очень хорошие коллективы собрались. Может, ты кого-то приглядел здесь с мальчиком? Да, на самом деле, мне очень понравился один человек молодой. Я в общем-то в него влюбилась. Я была покорена его чувством юмора, его общительностью. Видимо, роман можно им назвать. Это Сергей. Сергей, ты в него уже давно, мне казалось, влюбилась? Или только сейчас это произошло? Каждый день для меня проходит все новая стадия влюбленности. И я думаю, так будет и проходить и дальше. То есть наши отношения никогда не стоят на месте, они для этого развиваются. Это главное, ребята. Ну что... Ну что, Сергей, у вас был целый день подумать и принять некое решение. Скажи мне, пожалуйста, вы приняли это решение? Да, я подумал целый день, точнее, то, что сейчас. Вот. Давайте сделаем так. Коллектив весь хороший, мы просто спросим общее мнение у всех здесь присутствующих. Пускай действительно каждый скажет. Давай действительно спросим. Скажите, есть сейчас девушка среди вас всех, и мы дадим возможность высказаться, которая бы при вот этих новых условиях, что есть Ольга, готова хотя бы мысленно представить себе свои отношения с Сергеем? Есть такие, девчонки? Таких, я так понимаю, нет. Но видишь, Сергей, как-то никто не согласен на роль твоей, так сказать, невесты на время проекта. Платка нету, платок у тебя будет дома, Сережечка. Поэтому мне, конечно, очень приятно, что тебе не хочется нас покидать, и хочется еще побольше здесь потусоваться. Но, знаешь, здесь люди собираются не для тусовок и не для того, чтобы засветиться. Поэтому вы покидаете наш проект. Я желаю вам удачи. Спасибо большое. Желаю действительно победить. Я думаю, найдется сильнейший. Обращаясь ко всем, несмотря на то, что у меня не хочет ни одна девушка. Ну ладно, тем не менее. Хотелось бы от чистого сердца... Вот мы с ребятами долго общались. Создались пока на данный момент, я так считаю, три пары. Это Лена и Ризо, это Стас и Марина, и Оскар Оля. Еще Степа с Наташей. Я прошу прощения, четыре пары. Всем остальным ребятам надо как-то, я думаю, собраться, сгруппироваться и попытаться выиграть. Всем удачи. Мы на этом закроем тему, попрощаемся с ребятами. Собирайтесь, пожалуйста, и через мост. Счастливые ребята. Слушайте, подождите, Серега, я что хочу сказать. Спасибо, что не стал дальше лукавить и обманывать всех об отсутствии пары, дабы не сделать кому-то еще больно по окончанию шоу или по вылету. Потому что ты не смог бы, я думаю, стерпеть. Я надеюсь, что когда я буду со своей любимой девушкой, которую я, надеюсь, найду на этом шоу, возвращаться в Петербург, ты будешь встречать меня вместе с моими друзьями на московском вокзале. Я думаю, это будет один из светлых моментов в моей жизни. Погуляем так, что Москва с ним. Ну что, счастливая парочка нас покинула. Коль мы закрыли одну тему, я хочу еще закрыть еще одну тему, которая сегодня произошла на стройке. Это не значит, что это плохо. Вот теперь они точно не побегут к себе. Но это не значит, что это плохо. А значит, ты говоришь, что это плохо. Нет. Хочу еще раз к тебе обратиться и сказать, что я за мир на самом деле. И если ты за, то я считаю, что нам стоит помириться. Хотя я никакой ссоры не видела, если честно. Вот все, что я хотела сказать. Я не хочу ничего говорить. Отлично. Можно мне? У меня просто важный. Я просто уже перекидлю сейчас. Давай. Значит, мы уже здесь, я сбиваюсь со счетом, по-моему, шесть дней здесь уже. И мы работаем ради одного дела, которое мы делаем. Мы делаем нашу жизнь, строим. Делаем ее публичной. В качестве реальти-шоу. Там нам помогают ведущие. И нам действительно повезло, что ведущие наши ровесники. И они думают примерно так же, как мы. Их живут так же. И мы сейчас занимаемся, буду говорить за себя, да. Я в том числе занимаемся гноблением. Я лично хочу извиниться перед всеми, кто здесь работает. И особенно перед ведущими. За те вещи, которые я делал до сих пор. Спасибо вам большое, что вы все-таки продолжаете нас всех снимать, нас всех выпускать. И надеюсь, что мы тоже доставляем удовольствие зрителям. Спасибо. Спасибо. Шестая святая. Женя молодец, конечно. Хорошо. Хорошо, что я уже присоединился к этому. В финал я хочу сказать очень приятную вещь. Завтра вас ждет сюрприз. Как вы знаете, обычно приезд новых участников приходится на пятницу. Но, учитывая необычную ситуацию, завтра неплановое прибытие двух юношей. А для наших мальчиков это лишний повод для беспокойства. Я обещаю, что приеду настоящий мачо. Увидимся завтра на канале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Аплодисменты. Сегодня праздник у девчат Сегодня будут танцы, и щеки девушек горят С утра горят румянцем, пляши, девчонки стоят Сторонки, платочки в руках, где ребят Потому что на десять девчонок, по статистике, девять ребят